Заряда хватит всем. Такой слоган отлично подходит этой химкинской компании. Здесь производят уникальные литий-ионные аккумуляторы. Они подходят для разных устройств – от погрузочной техники до электробусов. Работают до 10 лет и выдерживают температуру от минус 50 до плюс 50. Представители МКУ «Малой бизнес-химки» совместно с муниципальным депутатом посетили предприятие. Мы хотели создать что-то новое, чего нет у нас здесь в России. Да, имея опыт работы с другими странами, производителями, мы вывели небольшую породу аккумуляторной батареи именно в России, которую можно производить. На данный момент очень мало аналогов, кто может изготавливать такое оборудование. Проще говоря, переход от двигателя внутреннего сгорания на аккумуляторы. Особая гордость молодой компании – автономный источник энергии. Имеет компактный размер, является универсальным и уже применяется в зоне проведения СВО. Это устройство представляет из себя автономную электростанцию. То есть это электростанция. Электростанция. Да, да. Она может поддерживать жизнедеятельность командного пункта вооруженных сил Российской Федерации до двух дней. Водонепроницаемая, пожароустойчивая. Ну, грубо говоря, если брать в общем, простым языком, если сказать, можно зарядить порядка тысячи телефонов. Такая электростанция – надежный источник питания для устройств радиоэлектронной борьбы. Может завести даже бронетранспортер. Комплектуется солнечными панелями, заряжается от света, а также от автомобиля. Участники специальной военной операции уже оценили эту разработку. Что могу по ней сказать? Очень удобная вещь и неприменимая. Непосредственно при введении боевых действий. Мы подключаем и заряжаем радиостанции, батареи беспилотных питающих аппаратов, при необходимости другие приборы, которые нам требуют. Визит на предприятие состоялся в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Отрадно видеть оборудование, которое сейчас в тестовом режиме работает уже на территориях СВО. Мы со своей стороны депутатским корпусом готовы поддерживать таких предпринимателей, которые в рамках нашего проекта собирают, работают на территории Подмосковья, города Химки. Сначала у производства не было своего помещения, но благодаря помощи МКУ «Малый бизнес Химки» у предприятия появился новый дом – этот просторный цех. Специалисты МКУ «Малый бизнес Химки» помогли подобрать подходящее помещение на доступных для предпринимателя условиях. Данный проект с точки зрения импортозамещения является важным, так как разработки нашего предпринимателя активно используются в зоне проведения специальной военной операции. Также рассказали о мерах поддержки региональных и будем тесно сотрудничать в данном направлении. В планах компании и дальше развиваться. По словам генерального директора Анатолия Романенко, они обязательно воспользуются государственными мерами поддержки, если будет такая возможность. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.